Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос заключается в том, что автор познакомилась с парней в интернете и, соответственно, оказалась там болен и он мог ее заразить. Значит, она узнала об этом и приняла его, потому что, как бы, ну, ее к нему тянула. Вот. После он убеждал, что она теперь как он, говорил, что никому не обасться, говорил, что любит и не бросит меня. После этого я боялась остаться одна, не знала, как жить дальше и не верила, что вообще оказалась в такой ситуации, словно наберем к руку. В итоге он вернулся к бывшей жене, которая от него сейчас беременна. Автор вопрос создал анализы, с ней все хорошо, она сказала, что прошло мало времени, может анализ покажет положительный результат. Человек очень больно. Вначале была пустота к нему. Вот. Теперь больно. Я не знаю, что делать, задаю себе вопрос, зачем он мне нужен после всего, и люблю ли я его, ответить не могу, мне больно. Спустя время, автор в обратно знакомится с парнем тоже в интернете и сейчас они встречаются. Я не рассказала ему о том, что, возможно, больно. Я не могу, мне страшно. Я поступила, получается, так же, как он со мной подло. Я пытаюсь забыть его, у меня не получается. Подскажите, как мне поступить. Ну, если говорить о том, как вам поступить, то я бы, конечно, в первую очередь бы начал с психотерапии, наверное, потому что это было бы лучшим способом разобраться в вашу жизнь. Вот. Ну, хотя бы ответить на вопрос, почему все ваши мужчины, по крайней мере, те, которых вы описываете в тексте, приходят в вашу жизнь и в интернет, к чему вы не знакомитесь вживую. Вот. Вот это первое. Второе. Второе. То, что вы боитесь человека потерять, боитесь оттаса, оттаса, оттаса. Это не просто так. То есть это вот, что называется, не из ниоткуда. Злость это, злость, ну, из вашей, я бы сказал, ну, скорее всего, проблемы с машинкой и неуверенности в себе. Ну, равно как и обесцениванием себя. То есть, вот, ну, все чувствуется, что довольно серьезно вы занимаетесь таким вот принижением себя, обесцениванием себя, вот, и себя вообще-то вы, мягко говоря, не цените. Вот. Не цените вы себя, ну, от слова, совсем, к сожалению. Вот. И, соответственно, да, с этим вот нужно работать. Вот. Помимо этого, работать можно и нужно с вашими травмами. То есть, вот, то, что вы описываете в травмах, в том числе, в травмах. Во-первых, мы расставаем. Вот. И вам нужно помочь ее дочь прожить, чтобы она вас не отправлялась. Сейчас она вас отправляет, к сожалению, к большому. Вот. И вот, пожалуй, основные моменты, на которые можно было бы обратить вам ваше внимание. То есть, это именно основные аспекты, на которые можно обратить внимание. По поводу того, почему вас к человеку тянет и т.д. Лично мне, думаю, что вы пересеваете то, что в психологии и психотерапия называется созависимостью. Вот. То есть вы, ну, вы пересеваете созависимость, любовная зависимость точнее. Вот. И, соответственно, вам вот в какой-то степени это создает вот такой эффект. Ну, весьма и весьма неприятный эффект. Вот. Любовная зависимость это как раз таки история про идеализацию человека. История про наделение его качествами исключительности, это супермерная исключительность. Вот. Ну и идея о том, что счастливым вы можете быть только с ним. Хотя это само собой не так. Вы говорите о том, что не знаете как жить в целом. И я думаю, что здесь есть проблема недоверия себе в целом. То есть вот здесь такая проблематика, как мне кажется, такого вот глобального недоверия себе. То есть, ну, чисто, то есть, ну, вот глобально вы себе не доверяете. Вот. Я предложил бы вам поработать с заберем себе. Вот. Чтобы вы там могли больше на себя полагаться. Сейчас вы, ну, не можете на себя полагаться. Сейчас у вас не получается, не получается на себя полагаться. Сейчас вы такое впечатление, что ищите того, на кого бы вам положиться. Сейчас у меня такое ощущение, что вы ищите, на кого бы вам опереться. Вот. Ну. А правда заключается в том, что опереться, опираться точнее вам нужно на себя. Если вы на себя не отвратите, если вы сами для себя не являетесь опорой, то это является проблемой. И проблема довольно серьезная. А причиной, к которым вы себе не доверяете, причинами, могут быть ваш прошлый опыт, травмы какие-то, проблемы и так далее. То есть тут нужно смотреть, тут нужно исследовать, нужно разбираться. Поэтому самый лучший способ вам, ну, как быть, да, это именно начать психотерапию. Вот. Психотерапия самый верный способ вам помочь. Самый верный способ, ну, как-то вот, изменить свою жизнь. Вот. Ну, причем, понятное дело, что изменить свою жизнь лучше. Вот. Не абы как. Вот. Но здесь есть такой момент, что, скорее всего, это не самый быстрый процесс в данном случае. и вам нужно, ну, как бы вот, спросить себя, да, а готовы ли я вот этим заниматься. Вот. Ну, потому что самое, что эта история отличная. Вот. Вот. Если готовы, то с радостью, ааа, мы вам, ааа, вам поможем. С большим удовольствием. Вот. Ах. Но если нет, то если вы не готовы, например, то в таком случае постарайтесь хотя бы сформулировать для себя вот этот момент, как поступить, чтобы что. Ну, то есть вот вы хотите как поступить, да? Чтобы что. Как поступить, как поступить, ааа, чтобы что вы хотите. Ну, цель какая. Ааа. Ааа. Дальше. Ааа. Забыть кого-либо действительно невозможно. Ааа. Ну, можно в принципе, при этом, ааа, вполне естественно, ааа, изменить своё отношение, можно спрошевать, ну, прощевать, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ с вами произошло, да, вот, ну конечно, повторюсь только при том условии, да, если вы этого хотите, то есть если вы хотите этим заниматься, вот, потому что если вы хотите заниматься, вот, ну, психотерапией своей и своим, ну, изменениям в своей жизни, вот, потому что сейчас, вот, на данный момент я не очень понимаю, хотите ли вы этого, готовы ли вы к этому и так далее, вот, ну, нет, нет какого-то у меня понимания этого, вот, ну, наверное, его нет у вас, вот, и, конечно, я не требую от вас ничего в данном случае, ну, просто вот рекомендовал бы этот момент поисследовать, то есть, просто спросить, а что вообще хочу, то есть, вот, я не забыла, не забыла, получается, одного мужчину, вступила в отношения уже с другим, да, то есть, как бы, а как я вообще воспринимаю тогда мужчину, да, то есть, ну, может быть, вы воспринимаете мужчин как-то вот специфично, что вот встречаетесь с одним, с другим, что-то так далее, вот, при этом поймите, пожалуйста, правильно вообще, вот, просто хотел бы, чтобы вы с этим, ну, чтобы вы на это обратили внимание, потому что, во-первых, это важно, во-вторых, бросается в глаза то, что вы вот действительно потеряны, вот, и чувство потерянности, это чувство, повторюсь, человека, который себе не доверяет, вот, к сожалению, поэтому можно учиться себе доверять, вот, это определённая работа, надо собой, вот, как-то так, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было интересно, обращайтесь обязательно за помощью, мы, мы вам с огромным удовольствием поможем, вот, ну, определите для себя, того, что в своей жизни вы хотите поменять, без этого будет довольно проблематично оказывать вам помощь, потому что, ну, всё-таки некая такая кооперация, вот, если кооперации нет, то получается конфронтация, да, а это, ну, всё-таки не совсем то, что, я думаю, хотелось бы вам, и совершенно точно, совершенно точно не то, что хотелось бы нам, вот, ну, потому что тратить время на, там, конфронтацию с тем, кому мы хотим помочь, да, ну, в высшей степени не препятствием, вот, поэтому выбирайте, выбирайте, нам, да, вот, если выбирайте, выбирайте для психолога, вот, и начинаете работать, вот, начинаете работать, у вас обыд strain your comer Dumbo gut, безбир Language to head of work, а будем работать об этом, всё-таки всё в этом смысле получат и всё jusque to his And then everything will sell transformations, вот, и всё будет хорошо. Вот, я вам желаю, всё-таки Доброго. Я вам желаю удачи. Вы молодец, что обратились к психологу. Молодец, что начали об этом говорить, но к счастью или к сожалению, это только первый шаг, которые вы делаете. Предстоят еще шаги-шаги, предстоят еще, так скажем, действия с вашей стороны для себя самой. Удачи вам. Обращайтесь.